После оперативного совещания глава муниципалитета лично проверила работу компании МСКНТ. Первый адрес улица Российская. К региональному оператору МСКНТ сразу много замечаний. Контейнерную площадку оборудовали только в прошлом году. Сейчас она больше напоминает свалку. Вопрос не ветка, вопрос то, что сверху. И оно кладется тогда, когда в контейнеры некуда положить. Здесь-то не подъехать даже мусоровозу забрать. Так слушайте, так это вопрос-то не подъехать мусоровозу. Вопрос к вам в том числе. Вопрос к вам в том числе. К нам тоже безусловно. У нас здесь стоит видеокамера? У нас на российской стоит. Вот по этой площадке мы сегодня поднимем и посмотрим видеозапись. Когда последний раз вы возились? И посмотрим, как вы здесь проводили работу. Вот, пожалуйста. Далеко ходить не надо. Центр города. Такая ситуация не только в центре города. Весенняя, Селецкая. На этих улицах содержание контейнерных площадок оставляет желать лучшего. И это, мягко говоря. На Весене вообще стоит два маленьких контейнера. Все отходы туда не поместятся. Поэтому жители выкидывают в рядом стоящий. Правда, не у всех это получается. И есть на то причины. Она не должна быть перевернута, потому что вот если даже... Конечно, она и получается же полупустая. В нее же очень трудно закидывать мусор вот с этой высоты. Она должна быть низкой стороной сюда. А вы попробуйте запрыгнуть. Контейнерная площадка на улице Калинина оказалась единственной за весь объезд, которая находится в надлежащем виде. Но и здесь есть замечания. Рядом с площадкой яма, а в ней снова мусор. Представитель регионального оператора МСКНТ говорит, что вывозят отходы регулярно. Но жители утверждают обратное. Скажите, а мусор как убирают? Сегодня, за исключением той кучи, вот это все убрано. Две недели стояло. Две недели стояло? Это куча. Никто ее не забирал. А вот эти контейнеры как? Ну, эти приезжают, приезжают. Хорошо ведь? Нормально. Нормально убирают? Да, эти убирают. По куче вопрос, да? А по куче вот это вообще кошмар. Жители улицы Калинина волнуют не только велосмусор, но и благоустройство так называемых народных троп. В этом году по народным тропам до сентября месяца все тротуары будут сделаны. Надежда Леонидовна, я же вам присылала, он нас в этом году спланирован. В этом году у нас 57 тротуаров в городе. Большая программа, и по этим тротуарам в этом году сделано. Если на улице Калинина появятся новые тротуары, то в проезде Мишина группа компаний ПИК не торопится порадовать жителей лавочками. Мы с КНТ контейнерами. По поводу лавок. Расскажите мне, пожалуйста, как на эту лавочку кто может сесть, да еще и рядом вот с этим мусором. Вас на ВКС пригласить, я вас лично приглашу на ВКС, но у вас там малаху стоит. Вот как на нее можно сесть? В чем? И рядом с чем? И рядом вот с этим. А это к МСКНТ у меня вопрос. Кто с кем должен договариваться, чтобы все переносить? Чтобы люди с коляской выходят, и куда в контейнер ее вытаскивают? В контейнер. Юлия Купецкая дала поручение компании МСКНТ устранить все нарушения в течение двух дней. 18 июня глава повторно проверит содержание контейнерных площадок.